Большинство сувальдных замков, то есть вот с таким ключом, вскрываются очень просто, ну где-то от 30 секунд до минуты. И делается это очень просто путем сбивания стойки хвостовика, то есть если у замка нет никаких дополнительных защит. И на примере замка Guardian 3011 мы посмотрим, как же это делается. Но для начала давайте его разберем, посмотрим внутренности, так скажем, какие уровни защиты в нем присутствуют, что от чего защищает и как же с ним бороться в принципе. Так, ну для начала, замок у нас полностью в рабочем состоянии, открывается, закрывается, причем только одним ключом. То есть если мы берем какие-нибудь другие, то у нас ничего не крутится. Давайте его разбирать. Ну как минимум у него раз, два, три, четыре, пять, шесть и под пломбой семь будет винтиков. Что же мы видим внутри? Защелка, которая будет работать от ручки нажимной. Количество сувальд по четыре с каждой стороны от хвостовика. Ну и вот такие вот пружины, которые толкают их обратно в нижнее положение, чтобы нельзя было их выстроить. А это, вот это, та самая стойка хвостовика, от которой нам нужно избавиться для того, чтобы вскрыть этот замок. Как мы уже показывали во многих наших роликах, именно вот эти секретные механизмы сувальды, откуда и название сувальдный замок, отвечают за всю секретность замка. То есть стойка хвостовика должна пройти в пазы между всеми сувальдами. То есть при повороте ключа у нее образуется свободный ход, и она проходит от начала до конца, тем самым давая двигать наш засов. Давайте посмотрим, как он работает в открытом состоянии. То есть я вставляю ключ, начинаю его поворачивать, и наши сувальды приходят в движение. И центральная часть ключа толкает сам засов, и стойка хвостовика свободно проходит между ними. Делаем следующий полуоборот, и наш засов идет дальше. То есть при вскрытии, путем высверливания, так называемое сбивание стойки хвостовика, нам нужно попасть вот в эту самую точку. Если мы знаем, что у нас за замок, мы прикладываем в двери шаблон, видим место, куда же нам нужно сверлить. И если нет дополнительных защит, как я уже сказал, мы сверлим обычную сталь самой двери, попадаем на корпус замка, просверливаем его, и сверлим дальше. Наша задача сбить именно ее. На самом деле, для большинства специалистов достаточно просто взглянуть на замочную скважину, посветить, посмотреть, и он будет понимать, что там за замок. В идеале, конечно же, если он видел момент, когда ваша дверь открывалась, и с торца увидел либо планку этого замка, либо надпись, ну как бы для специалиста разобраться, что это за замок, будет не проблема. На самом деле, есть еще один очень интересный способ вскрытия сувальдных замков, это так называемый метод самоимпрессии. Ему поддаются практически все замки, ну, за исключением, которые я знаю, например, замок Barrier Premier, так вскрыть нельзя. Самоимпрессия – это так называемый самонаборный ключ, в котором вот эти вот элементы, как на обычном ключе, выстраиваются как раз под каждую сувальду в нужном положении, и замок, ну, мы проворачиваем эту отмычку, и стойка хвостовика также свободно идет, как от родного ключа. Если это не противоречит закону, мы, возможно, даже снимем подобный ролик. Итак, ну что, давайте закроем, попробуем высверлить. Ну что, приступаем. Так, ну, судя по расположению, она у нас находится вот здесь. То есть, как видно, сам корпус замка очень легко поддается сверлению, то есть, вот у меня заняло это 2 секунды, я практически уже дошел до внутренних. Так, вот она и видна. То есть, если мы посмотрим вот в это отверстие, ну, я прям промахнулся на пару миллиметров, ее уже видно, она находится вот здесь. То есть, мне надо чуть уйти вот в эту сторону. Ну, так же бы я это увидел и через дверь, просто подсветив себе фонариком. Так, давайте-ка поменяем само сверло. Итак, мы уперлись в стойку хвостовика засова. Ну, естественно, она сделана из более прочной стали, которая не поддается сверлению обычным сверлом по металлу. Кстати, сверло довольно-таки неплохое. Но наша задача избавиться от этой стойки, чтобы замок открывался любым ключом. Поэтому решение у нас будет следующее. Мы просверлим чуть выше и чуть ниже, и просто из самого посадочного места, так скажем, уберем эту стойку хвостовика. Так, вот мы добрались до самого засова. Так, значит, мы прошли весь хвостовик насквозь. Сейчас мы это сделаем еще и сверху. И я думаю, мы эту стойку просто вынем. Так, ну что, идем дальше. Наша задача сейчас избавиться от стойки хвостовика. Так, мы сделали два отверстия в хвостовике сверху и снизу стойки. Так как сама стойка у нас сделана из твердого сплава. Поэтому мы ее просто выломаем и все. Ну, вообще, она, мне кажется, уже все. Так, тот шуруповерт у меня сер. Я сходил за новым. Ну, на самом деле, у меня должна была быть батарейка. Но поехали. В итоге, что получается? То есть, обычными сверлами я не смог просверлить стойку хвостовика. Корпус замка подался легко. Как бы все было очень просто. Но стойка хвостовика оказалась сопротивлением. Если бы у меня были нормальные алмазные сверла, то, конечно же, бы я сработал и с ним. Но этого у меня сделать не получилось. Поэтому я пошел другим путем. Я просто вокруг стойки хвостовика сделал четыре отверстия. Расшатал это отверткой. Вот она. Стойка хвостовика засова сделана из какой-то очень прочной стали. И куча мусора вокруг меня. Так, то есть, мы берем любой ключ от любого замка. В данном случае мы берем, ну, вот родные ключи Гардиан. Здесь замок сам. Если здесь 8 сувальд, то здесь 6. И, в принципе, это не имеет значения. Нам важен только центральный элемент, который будет толкать непосредственно хвостовик засова для того, чтобы отодвинуть ригели замка. Ну, вот он уже пошел в движение. Ну, вот, собственно говоря, и все. Замок открыт. Как можно увидеть, сейчас здесь было это, наверное, не так просто. Как хотелось бы. То есть, изначально я рассчитывал, что я просто собью стойку хвостовика и зайду. Здесь пришлось просверлить вокруг этой стойки, расшатать ее и вынуть. Ну, вместо заявленной минуты произошло это у нас за 3 минуты. Ну, тем не менее, замок открыт. Вот для того, чтобы защититься от подобных методов взлома, достаточно поставить вот такую пластину. Она есть как на цилиндровой замке, так и на сувальдной. То есть, если мы ставим такую пластину, ну, давайте наглядно, чтобы у нас было видно. В любом месте берем. То есть, что происходит? Ну, по сути, сверло у меня по нему просто катается и дальше внутрь, вглубь не проходит. Данная сталь будет являться дополнительной защитой для замков. Конечно же, как я говорю во всех видео, вскрывается любая дверь. Нет таких способов защиты, которые означали бы, что вашу дверь нельзя вскрыть. Вскрывается все. Какой-нибудь СОБР ни разу не уходил, типа, ну, не смогли. Это всего лишь увеличивает время вскрытия. Задача любой взломостойкой двери максимально увеличить время вскрытия и увеличить количество инструмента, которое будет использовано для этого вскрытия. Ну, и, соответственно, отсечь дилетантов, которые, в принципе, даже за это не будут браться. То есть, как вы видели сейчас, я пришел с обычным сверлом, рассчитывал на это. То есть, если бы я не стал вокруг стойки хвостовика работать, в принципе, я мог бы разворачиваться и уходить, потому что у меня не получилось. То есть, ну, нашли какое-то другое решение. И вот чем больше инструментов потребуется, этот инструмент работает от батарейки. Есть, например, там, большие болгарки, которыми нужно уже вскрывать двери четвертого класса взломостойкостью, а здесь все, в принципе, работать не будет. Ну, по сути, мы стерли верхний слой. Я не знаю, краска это или что такое, но факт в том, что добрались до металла и дальше не пошло. И нужно отдать должное, в принципе, что это замок за полторы тысячи рублей. То есть, который можно купить, стоит он не так дорого. Нельзя сказать, что чем дороже замок, тем он более защищен. Но все-таки у многих моделей, которые рассчитаны не только на удобство, например, есть там сувальдные замки итальянские, которые будут с перекодировкой, да и у того же Гардена есть такие замки. То есть, там мы платим еще и за этот функционал. Если нам нужно что-то действительно взломостойкое, это не обязательно там супер-супер большой ценник. Это может быть, ну, и, например, российский замок Барьер Премьер. То есть, он стоит гораздо дешевле итальянцев, ну, конечно же, дороже, чем вот Гардиановский замок. Замок Барьер Премьер у меня в руках. Ну, сам, конечно же, я с ним не справлюсь 100%, я даже не буду пытаться. Могу лишь только показать, что сама крышка замка уже сделана из твердой стали, которую просто так высверлить нельзя. Ну, давайте попробуем. Ну, так же опять стирается краска, какие-то намечаются, но стоит на месте. Укомплектовать дверь любым замком, а сделать именно различные способы систем безопасности, то есть, сочетание цилиндровых замков, замков-невидимок, различные блокираторы, могут, по сути, только те, у кого есть свое собственное производство. Именно такими мы и являемся. И для того, чтобы заказать дверь такая, какая необходима именно вам, достаточно просто перейти по ссылке в описании. В одном из наших следующих видео мы покажем более подробный обзор данного замка, разберем его, может быть, даже попытаемся как-то вскрыть. И, как я уже говорил, если самоимпрессионной отмычкой можно будет поработать, не нарушая закон, мы поработаем. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы это не пропустить. А с вами был Сергей, Бастион С. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok